С наступлением зимы автопроизводители почуяли конец года и поспешили заявить о выходе новинок на российский рынок. Обновления достались минивэну Kia Carnival и компактному паркетнику Seltos. Недешёвый Lexus NX меняет поколение, а Infiniti QX55 собирается вернуться в оставленный было сегмент купе-кроссоверов. Свежий Subaru Forester научился распознавать жесты. Обновлённая Skoda Karoq пока представлена онлайн, но вживую не заставит себя ждать. Дизайн концепта BMW XM оказался ожидаемым как минимум в части размеров фирменных BMW-шных ноздрей. А вот подготовка к ралли Dakar начинается совсем неожиданно. Очередной марафон Dakar, который третий год подряд примет Саудовская Аравия, соберёт почти рекордное количество участников за последнее десятилетие. Более четырёх сотен. Ещё полторы сотни экипажей пройдут испытания на прочность на исторических машинах в новом зачёте Dakar Classic. Другое важное нововведение. Отныне знаменитый рейд является одним из этапов FIA и FIM. Так что именно Dakar будет первой частью пятиэтапных чемпионатов 22-го года. Автомобильного и мотоциклетного соответственно. Дальше больше. Audi выставит троицу гибридных внедорожников. Притом управлять двумя будут победители последних Дакаров. Стефан Петранцель и Карлос Саинс. Им составят компанию именитый Герлен Шишери, который оседлает новый водородный внедорожник. Также на водороде поедет один из гоночных грузовиков. Тон всему путешествию задаст коротенький 19-километровый участок, что назначен аккуратно первый день нового года. Ну а дальше колонны участников ждут 14 дней скитаний по Аравийским пустыням. Длина маршрута составит более 4000 километров. Разумеется, в почти полувековой истории марафона случались разнообразные скандалы. Но чтобы громкий инцидент омрачал предстартовый ажиотаж, ситуация не просто не рядовая, а совершенно исключительная. Так, пока заводская команда МАЗ Спортавто, что полностью финансируется минским автозаводом, двигалась на погрузку во французский Марсель, с официального сайта гонки исчезли стартовые номера, предназначенные для МАЗовских экипажей. В самом Марселе коллектив отказались грузить на зафрактованные организаторами для участников паром. И в итоге три у белорусских камеонов, а также автомобиле-технички не смогли добраться до Саудовской Аравии. Официальные лица ситуацию почти не комментируют, а по факту команду исключили из стартовых списков из-за санкций Евросоюзов против некоторых граждан и юрлиц Белоруссии, под которые попадает и государственный МАЗ. Похоже, в отсутствие белорусских конкурентов грядущий ралли-рейд станет лёгкой прогулкой для российской команды КАМАЗ-Мастер. Тем более, что два грузовика сине-белой дружины — это представители новейшего поколения Ка-5. С одной стороны, новизна разработки может стать причиной детских болезней. Однако представители коллектива уверены — премьера будет яркой, так как Ка-5 должен оказаться быстрее своего предшественника. К новостям российского рынка. Минивэн Киа Карнивал четвёртого поколения дебютировал у нас весной 2021 года. Притом новинка пришлась по вкусу россиянам, успев разойти с тиражом около 2600 штук. А сейчас стартуют продажи машин 2022-го модельного года. Главное отличие — в подкорректированном наполнении богатых комплектаций. Так, в исполнении Prestige медиасистема теперь имеет экран диагональю больше 12 дюймов вместо 8. Плюс добавлены навигатор, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора и внутрисалонная камера для общения с пассажирами. Кроме того, в топовых версиях Prestige, Premium и Premium Plus машины отныне оснащаются датчиком дождя, системой автоматического торможения при выезде задним ходом и фирменным телематическим комплексом Kia Connect. Ещё одна новинка — кроссовер Kia Seltos. К началу следующего модельного года машина также пережила модернизацию. Она затронула модификации со 150-сильным атмосферником и 180-сильным турбомотором. Все обновлённые Seltos теперь напоминают водителю, если на заднем сиденье остались пассажиры. В версиях Luxe и Style появилась медиасистема, поддерживающая интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay по беспроводному протоколу. Кроме того, кроссоверу с двухлитровым двигателем в комплектации Prestige достались дефлектор вентиляции и зарядный разъём на заднем ряду. Кроссоверы с наддувными моторами в дорогих исполнениях теперь оснащены системой предотвращения фронтального столкновения, которая обучена предупреждать аварии при повороте на перекрёстке. А ещё этой осенью начались продажи рестайлинговых Kia Cerato. Обновление принесло седану другие бамперы и решётку, а также новые фонари и фары. Плюс именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие экраны мультимедийной системы и панели приборов. Оба диагональю 10 с четвертью дюйма. В список оснащения вдобавок вошли доработанный набор систем помощи водителю плюс фирменная телематика. Техника осталась прежней, а вот список комплектаций изменился. Его теперь открывает новое, более доступное исполнение. У топовых версий отныне есть прежде невиданный электрический ручник и адаптивный круиз-контроль. Выпуск таких машин налажен на калининградском заводе «Автотор». Как и прежде, собирают корейские седаны по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Перемены коснулись даже маленького Kia Picanto. Он примерил свежую эмблему, а заодно избавился от непопулярного мотора объёмом 1,2 литра. Так что теперь малыш предлагает только литровый атмосферник отдачей 67 сил. Но кроме механики для него стал доступен четырёхдиапазонный автомат, прежде предлагавшийся строго для старшей версии. Набор комплектаций остался прежним. Уточним, что этим летом Picanto немного обновился. В богатых версиях экран бортового компьютера стал цветным, а медиа-система примерила 8-дюймовый тачскрин вместо 7-дюймового. К слову, российский рынок субкомпактов сжался до минимума. Из малогабаритных моделей остался лишь Chevrolet Spark узбекской сборки. В октябре российский офис Лексуса предрёк скорый выход кроссовера NX второго поколения. А сейчас опубликовал цены. Притом поставки живых машин начнутся через неделю-другую, так что дилеры готовы принимать заказы. Правда, с одним важным уточнением. Базовая двухлитровая версия прибудет только через полгода. Поэтому открывать гамму временно поручили двухсотсильной версии, под капотом которой скрывается двухс половинолитровый атмосферник. Начальная комплектация Comfort включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, неплохую медиасистему, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и электропривод пятой двери. Отдать за такую машину придётся 4 миллиона 100 тысяч рублей. А ведь более крупный и статусный Lexus RX нынче стоит всего на 200 тысяч дороже. Интересно, в пользу какой модели российская публика сделает свои ставки? У двухсотвосьмидесяти сильного турбированного NX стартовым назначено богатое исполнение F Sport Premium. И это действительно премиум, ведь цена такого кроссовера — неполные 6 миллионов целковых. Ещё одна рыночная премьера — это Infiniti QX55. Собирать заказы продавцы начали осенью, а сейчас готовы выдавать клиентам товарные машины. При том, как уверяют дилеры, за новинкой выстроились целые очереди. Идеологически новый кросс является наследником старой модели FX. От неё, в частности, достался лихой силуэт, подчёркнутый характерной формой остекления. Хотя технически 55-й создан из обычного QX50. У них даже интерьер — один на двоих. Также общим местом оказался двухлитровый турбомотор, знаменитый переменной степенью сжатия. В российской версии он выдаёт налоговыгодные 249 сил. С ним состыкованный вариатор и полный привод. Самая младшая комплектация стоит больше 4 миллионов рублей. То бишь доплата за модную кепку составит 350 тысяч. Что, кстати, совсем недорого на фоне других купеобразных конкурентов. Базовый 55-й имеет 8 подушек безопасности, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему, светодиодные фары, электропривод крышки багажника и двадцатидюймовые колёса. Этим летом маленькая, но гордая марка Субаро провела обновление Форестера. Имея скромный бюджет, японцы поступили достаточно хитро, радикально изменив лишь форму фар. Благодаря этому рестайл выглядит свежее и оригинальнее. Салон дизайнера оставили без внимания, видимо, посчитав, что интерьер трёхлетней давности по-прежнему актуален. А вот фирменный полуавтопилот потребовал апгрейда. Комплекс электронных ассистентов iSight расширен и улучшен. Медиасистема сохранила прежний тачскрин диагональю в 8 дюймов, но обучилась познавать жесты. Так что теперь водитель может управлять климат-контролем, не касаясь привычных аналоговых рукояток. Подвеска, как уверяют представители марки, стала комфортнее. А вот двигатели прежние — это оппозитные атмосферники на 150 и 185 сил. Всем машинам полагается клиноцепной вариатор и полный привод. Увы, но оценить итоги обновления захотят немногие, ведь базовая версия новинки стоит без малого 3 миллиона рублей. Чтобы привлечь новых клиентов, российский офис Subaru придумал расширенную гарантию. Так, изготовитель предоставляет стандартные три года или 100 тысяч километров пробега, а местный дистрибьютор продлевает её до пяти лет или 150 тысяч. На российский рынок кроссовер Skoda Karoq вышел сравнительно недавно. Но его мировая премьера состоялась четыре года назад, поэтому сейчас пришло время провести плановый рестайлинг. В первую очередь обновление принесло Karoq другие фары, которые изменили свою форму. Оптика стала светодиодной, а за доплату будут доступны матричные фары. Последние, напомним, умеют точечно вырезать попутные и встречные автомобили. Задние фонари сделались более узкими и также заполучили светодиодную начинку. У дорогих версий даже появилась анимация. Замыкают список внешних изменений новые бамперы плюс решётка радиатора иной формы. Она заметно шире нынешней. Любопытно, что сопротивление воздуху удалось разом понизить на 9%. Для этого чешская марка внедрила специальные колёсные диски, а у полноприводных версий появились специальные накладки под днищем кузова, что прикрывают топливный бак и заднюю подвеску. В интерьер внедрены новые материалы. Например, покупателям будет доступен экологический пакет, в котором некоторые элементы убранства выполнены из переработанного вторсырья вроде пластиковых бутылок. Также внутри изменилась диодная подсветка. А электропривод можно заказать для обоих передних кресел, а не только водительского. Фирменный задний диван Vario Flex с продольной регулировкой и впечатляющей трансформацией остался опцией. Но вообще базовая версия стала богаче. Скажем, она обзавелась виртуальными приборами, а комплекс ассистирующей электроники пополнен системой автоматического торможения при движении задним ходом. Российские поклонники смогут оценить обновлённую версию Skoda Karoq совсем скоро. У дилеров рестайлинговые кроссоверы нижегородской сборки появятся во втором квартале следующего года. А приём заказов начнётся даже раньше. Обсуждать гамму двигателей пока преждевременно, но сейчас, напомним, модель оснащается двумя моторами — атмосферным 1.6 и турбированным 1.4. С более мощным доступен не только передний, но и полный привод. А под конец выпуска вспомним о мировых премьерах. Тем более есть на что посмотреть. Ведь боссы марки BMW, кажется, бросили своим дизайнерам клич. Ну что, ребята, а кто нарисует самые гигантские ноздри? И понеслось. Во всяком случае, у нового BMW Concept XM ноздри решётки радиатора просто монструозных размеров. И к этому придётся привыкать. Скоро такой внешность заимеют все без исключения старшие модели баварского бренда. А значит, нас ждут острые грани, вертикальный передок и двухэтажная оптика, где фары закрыты тёмными рассеивателями. Любопытно, что этот концепт не только провозгласил смену стратегии дизайна, но и анонсировал будущую серийную модель — кроссовер XM. Ему предстоит стать второй оригинальной моделью за 50-летнюю историю M-подразделений, у которой нет гражданского исходника. Будущий XM воспользуется платформой от BMW X5, однако получит полностью оригинальный кузов. Салон концепта, а значит, и серийного кроссовера напоминает электрический iX. Во всяком случае, огромная панель, что объединяет приборный экран и тачскрин медиасистемы, здесь точно такая же. На втором ряду дела обстоят куда интереснее. Так называемый M-Lounge предлагает пассажирам сплошной мягкий диван и уютную зону отдыха. Силовая установка — обрисованным пунктиром. Бензиновый турбомотор V8, которому ассистирует электромотор, выдаёт 750 сил и 1000 ньютон-метров. В чисто электрическом режиме большой кроссовер сможет проехать до 80 километров. В конце 2015 года компания Hyundai наконец вывела свои престижные премиум-модели под опеку отдельного бренда, специально созданной марки Genesis. А подписал оформление родительских прав флагманский седан G90. На своей родине новоиспечённый флагман быстро стал национальным хитом, так что Genesis почти сразу начали продвигать на мировые рынки. Сначала были Северная Америка и Ближний Восток, а затем премиальные корейцы появились и в России. В общем, своё дело — предъявить новый бренд миру седан G90 сделал. И теперь готовится сменить поколение. В новой генерации автомобиль обретёт крайне лаконичный, но при том самообытный дизайн, о чём говорят официальные снимки. Чтобы сохранить интригу, представители марки ограничились публикацией всего лишь полудюжины фотографий. Теперь публике предстоит терпеливо дожидаться середины декабря, когда состоится полноценная премьера модели.